На телеканале Юганск новости в студии Игорь Шмелёв. Здравствуйте! В начале коротко о главных темах этого выпуска. Проезд снова доступен. Депутат Думы города Анастасия Новицкая провела выездную встречу. 40 человек всего за пару часов. Нефтьюганцы смогли пройти экспресс-тестирование на выявление ВИЧ-инфекции. Спектакли по обмену. Артисты из Краснотуринска показали нефтьюганцам уральские постановки в рамках федеральной программы «Большие гастроли». В девятом микрорайоне яма на дороге стала причиной жалоб жителей. Она просто перекрыла автомобилем проезд. О проблеме рассказали депутату Анастасии Новицкой. Для решения была оперативно организована выездная встреча. На яму около 18-го дома жаловались не только в социальных сетях. Личные обращения поступили и в адрес Анастасии Новицкой. Ее телефон известен избирателям. Проезд здесь был блокирован для автовладельцев. А смельчаки, которые рисковали проехать проблемный участок, попросту застревали. Газуй, дядя, газуй! Газуй! Анастасия Новицкая инициировала рабочий выезд с представителями ДЖКХ и подрядной организацией, которая обслуживает данный микрорайон. В ходе встречи было обнаружено, что неравнодушные жители уже засыпали щебень в образовавшуюся яму. Теперь этот участок ожидает полноценной замены дорожного полотна. Депутат пообещала, что проконтролирует проведение работ как здесь, так и в целом по микрорайону. Игорь Шмелев, Рамазан Бурниев, телерадиокомпания Юганск. Когда в Нефтьюганске завершится отопительный сезон? Напомним, подача тепла в жилые дома прекращается, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха держится не ниже 8 градусов тепла. За последнюю неделю погода удивляла нефтьюганцев своими качелями. В ближайшие 10 дней синоптики также обещают перепады температур. Для сравнения, в прошлом году отопление в городе начали отключать 18 мая, а в 22 – 11 мая. Небольшую статистику вы можете увидеть на экране. ИДЦ нефтьюганска собрал информацию за последние 7 лет. Более 40 нефтьюганцев за пару часов прошли экспресс-тестирование на ВИЧ. Накануне у торгового центра Европы в очередной раз работал мобильный пункт, организованный нефтьюганской больницей. За прошлый год на диспансерном учете состояли 1370 горожан, в том числе 17 несовершеннолетних. Регулярное проведение экспресс-тестирования на базе мобильных пунктов продолжает оставаться популярным. В таких машинах можно не только узнать свой статус, но и получить консультацию специалистам. Есть люди, которые как раз хотели бы анонимно, даже не заходя в больницу, а вот в таком формате обследоваться. То есть мы как только подъехали, еще не все специалисты подошли, значит работу еще не начали, а у нас уже был человек, который информацию где-то узнал, прочитал и уже подошел, уже обследовался. За время работы мобильного пункта тестирование прошли 18 мужчин и 23 женщины в возрасте до 53 лет. Среди всех участников акции не выявлено ни одного положительного результата. Люди до сих пор думают, что если у человека ВИЧ, то, конечно же, это может асоциальный какой-то человек, или у него какие-то пагубные привычки. Но, к сожалению, как показ практика последних лет, ВИЧ-инфекция может быть абсолютно у любого человека. Даже у того, у кого может быть один только половой партнер. Имея такой диагноз, можно жить полноценной жизнью, работать, любить и создавать семьи. Это доказано на наших пациентах, пожалуйста. Есть у нас такие пары, когда один человек, у которого есть ВИЧ-инфекция, он принимает терапию, у него неопределяемая вирусная нагрузка, а его партнер, супруг, супруга, пожалуйста, проживают они вместе уже много-много лет, и его супруг не заражается, у него нет ВИЧ-инфекции. И они также могут естественным путем зачать ребенка и родить здорового ребенка. Сам тест проводится в форме забора нескольких капель крови, которые помещаются на специальную тест-полоску. Результат становится известен в течение 10-15 минут. Первая полоска, она должна быть, она показывает, что тест работает, как индикатор, что тест показывает правильно. Вторая полоска, если появляется, это значит положительный результат. То есть у человека есть антитела к ВИЧ-инфекции. Так как у вас нет второй полоски, мы можем говорить с уверенностью, на сегодняшний день у вас нет антитела к ВИЧ-инфекции, вы здоровы. Каждый, кто хочет узнать свой ВИЧ-статус или получить консультацию, можно обратиться в поликлинику номер 2, кабинеты 402, 406 и 408. Дарья Горельцева, Армазан Бурнеев, телерадиокомпания, Юганск. В Югре выросло число машин, отправляемых на фронт в качестве помощи наших бойцам. Гуманитарный добровольческий корпус Югры сформировал три полных автовоза. При этом часть машин осталась на складе, ожидает следующей отправки. Среди них как списанные, так и абсолютно новые машины. Часть закуплена благодаря народным сборам средств. Часть приобретена неравнодушными предпринимателями из Югры. В прифронтовой зоне машины, по сути, расходный материал. Потому и требуется постоянное пополнение автопарка. Сегодня отправляем 15 машин, 3 автовоза у нас уезжают. Все машины адресные, то есть уезжают конкретно военнослужащим или на подразделения. Собирали, в принципе, югорчане собирали, администрации собирали. В основном едут УАЗики, НИВы, дорожники различные. Для выполнения тех целей, которые стоят перед нашей армией. Посетить лекции и принять участие в конкурсной программе. В Ханты-Мансийске состоялся ежегодный международно-научный практический форум «Нефтяная столица». В этом году он приурочен к 60-летию с начала промышленной добытия черного золота в Западной Сибири. Свои проекты представили и молодые специалисты РН «Юганскнефтегаза». Подробнее в материале наших коллег. Нефтяная столица ежегодно меняет место проведения. В этот раз участников из 17 стран принимает Ханты-Мансийск. Здесь обсуждают развитие новых технологий, изменение климата и экономику нефтяной промышленности. А конкурсанты представляют свои идеи. Анна Рогова, молодой специалист РН «Юганскнефтегаза», презентует экологический проект вместе с коллегой. Мы хотим задействовать молодое поколение для того, чтобы они погрузились в тему экологии, в тему лесовосстановления, вырастили сами свои сеянцы и на выпускной посадили их как именной сеяниц сосны в память о таком событии. Компактное строение вместо большой станции. Валерий Васильков и Дмитрий Бахер разработали проект, благодаря которому можно существенно сократить затраты на строительство объектов электроэнергетики. Жюри оценили 3D-модели. Что касается закрытого распределительного устройства, то его размеры зависят от количества внутреннего оборудования, то есть высоковольтных ячеек, так сказать. В зависимости от того, сколько их, изменяются габариты. Мы предлагаем унифицировать эти размеры, чтобы они были едины. Четвертый год подряд в рамках нефтяной столицы проходит финальный этап профориентационного проекта «Энергений». Его участники – студенты и школьники. Специально для них разрабатывают задания по теме нефтедобывающей промышленности. Мы задавали геолого-технические характеристики месторождения, которые у нас находятся на этапе разведочного бурения. Дальше уже из данных пластовых флюидов, из данных пласта его глубины залегания, они решали эту задачу и старались выйти на уровень, ну, если это школьники, то только идея, как будем реализовать проект. Если это студенты, то уже и экономическая реализация проекта. Насколько нам будет выгодно работать с этим месторождением. Ренард Зарипов – ученик «Роснефтькласса» первой школы города Патияха. Стал призером конкурса и занял второе место. Говорит, на «Энергений» приезжает не в первый раз. В этом году его команда представляет жюри методы и технологии повышения электроснабжения. Я проверяю свои знания и силы, которые я получил в период обучения в «Роснефтьклассе». Сейчас 11 класс, все готовятся к экзаменам. Было тяжело найти свободное время, но мы смогли, сделали. В целом, в этом году участники из РН «Юганскнефтегаза» представили на нефтяной столице 10 проектов. Ульяна Назарова отмечает, их организация нацелена на развитие молодых специалистов во всех сферах жизни. Поэтому у них так популярна и научная деятельность. У нас достаточно большой опыт работы в нефтегазовой промышленности. То и молодые специалисты охватывают разные сферы от бурения и до каких-то новых разработок и инноваций. В том числе, в этом году у нас представлены и проекты в плане экологии. Нефтяная столица в Югре проходит седьмой раз. В этом году при финансовой поддержке, в том числе и ведущая компания «Роснефть». На форуме эксперты, молодые ученые и инженеры обсуждают тенденции в промышленной сфере. А в конкурсе инновационных проектов авторы лучших обретают финансовую поддержку для дальнейшего продвижения. Неправильные сказки и прекрасная Жозефина. В городской библиотеке состоялся 17-й окружной фестиваль детской и юношеской книги. В рамках встречи в Нефтьюганск приехали два автора сказок и стихотворений для детей. Андрей Усачёв и Галина Дядина прочитали свои произведения, спели песни и ответили на все вопросы юных нефтьюганцев. Благодаря окружному фестивалю в Нефтьюганск уже который год подряд приезжают популярные писатели и поэты. Андрей Усачёв и Галина Дядина впервые посетили наш край. Авторы отмечают, что егорские дети очень отличаются своей любопытностью. Они интересуются совершенно разными вопросами. Во сколько лет вы написали первую книжку, как она называлась, во сколько лет вторую вы написали, а как она называлась и так дальше. Чем они только не интересуются. Разные вопросы совершенно. Детские вопросы непредсказуемые. Бывает подходят дети, говорят, а я тоже стихотворение написала, а я сказки пишу. А ты помнишь наизусть, и даже бывает прочитают тебе дети. То есть есть люди, которые смотрят на тебя, ну как на образец, им тоже хочется заниматься творчеством. Кому-то может хочется рисовать, он увидит книжки, иллюстрации, и там вдохновится может быть этим. Или мы песни поем, кто-то может песни захочет сочинять. Юным нефтьюганцам так хотелось пообщаться с авторами, что в зале не осталось свободных мест. Встреча позволила не только познакомиться со знаменитыми писателями, но и объединить маленьких любителей литературы и тех, кто мечтает стать частью увлекательного мира поэзии. Я всегда стараюсь детям говорить, что у всех есть какие-то способности, и их надо развивать, потому что это приносит вдохновение, это радость жизни, приносит смысл жизни. И вот хочется как раз на таких встречах с читателями вот их на что-то вдохновить. Ведь литература, она дает мысли тебе, дает тебе какой-то мотив, а дальше ты просто развиваешь свои фантазии. Перед выступлением авторы наградили ребят, которые участвовали в онлайн-викторине по творчеству писателя «Прочитай и получи приз». А после началась долгожданная часть – знакомство с творчеством поэтов. И вот уж она не свинья, а комета, да. Свинья Жозефина, царица высот, вернется назад через лет 900. Школьники вместе с Галиной Сергеевной попробовали себя в роли поэтов, подбирая рифмы, а после поучаствовали в небольшом интерактиве. А что именно понравилось больше всего? Игры, которые делали для нас. Какую? Зарядка для рук. А с Андреем Алексеевичем спели веселые песни про крокодила. Как кричит каркодил, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, если кошку продлодил, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. А теперь вы попробовали. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Отлично. Также писатели рассказали ребятам истории о творческом процессе, об интересных моментах создания персонажей и ответили на все вопросы детей. В завершение встречи каждый маленький слушатель смог сфотографироваться с известными авторами и взять у них автограф. Ангелина Кагальникова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». В Нефтьюганск прибыли актеры из Красотуринска. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» они показали спектакль в театре кукол и актера «Волшебная флейта». Зрителями постановки под названием «Огнеушка» стали ученики начальных классов. Как нефтьюганцы встретили гостей, расскажем в следующем материале. А кто принес, то первый и пьян. Для Краснотуринского театра кукол выездные спектакли – привычное дело. Свои гастроли они начали еще в 2019 году. Однако для нефтьюганского зрителя их выступления стали новинкой. Программа достаточно хорошая. И я думаю, что вашим зрителям, зрителям Нефтьюганска, будет интересно как маленьким, так и взрослым. Потому что мы привезли спектакли и для семейного просмотра, и для детского, дошкольного возраста, и для школьников. Всего в рамках программы гости покажут три спектакля – «Умная собачка Соня», «Бумбараж» и «Огневушка». Последний рассказал зрителям историю о любви к своему мастерству, верности и доброте. Артисты Краснотуринского театра постарались максимально точно передать жизнь уральцев того времени. Нелегкая судьба главного героя без сомнения тронула зрителей. Каждый нашел здесь что-то для себя. Он мне понравился. Он был такой интересный. Этот спектакль был о Федоре. Спектакль, в принципе, был классный, прикольно. Актеры очень хорошие. Ну, хорошо играют. Наверное, смысл был в том, что мальчика недолюбливала Феденьку, а дедушка его очень сильно любила, и это было взаимно. Хоть он был не родной дедушке, но свой. Сразу после спектакля состоялась пресс-конференция, поучаствовать в которой смогла и наша съемочная группа. Гости поделились тонкостями своей работы. Ведь немаловажной частью подобных событий является взаимный обмен опытом. Чтобы довести спектакль до совершенства, это нужно играть его, играть, играть. И только так уже ребята, как актеры, нарабатывают образы, нарабатывают, находят себя. И уже получается замечательное такое, живое произведение. Уже завтра в 11 часов все любители театра смогут посетить заключительный спектакль больших гастролей «Умная собачка Соня». Кстати, в скором времени нефтьюганские артисты посетят Краснотуринск со своей программой и покажут новым зрителям свои постановки. На этом у нас все. Всего вам доброго. До встречи в эфире.